Не успели отгреметь новогодние праздники, а у нас, ребята, еще один прорыв. Российских пенсионеров решили обложить данью, а точнее налогом в 13%, в том числе неработающих пенсионеров. Хотя почему решили, оно уже произошло. В январе в силу вступили поправки в налоговый кодекс, по которым обдирать теперь будут, в частности, и стариков. То есть они отныне тоже со своих нищенских пенсий должны отстегивать вообще за забота. Смотрите, не перепутайте с грабежом. Вообще, конечно, речь идет о как будто бы банковских вкладах. Но я бы предложил остановиться на этом месте подробнее, потому что оно как бы так, да не совсем так. Сейчас будем разбираться. Погнали! Итак, рассказываю, в чем заключается суть аферы и почему это именно афера. Начну издалека. Помните, говорили как-то о том, что у всех вместе взятых россиян на банковских счетах сегодня в качестве сбережения лежит довольно внушительная сумма денег. В порядке 30 триллионов рублей Кудрин как-то обоном обмолвился и сообщил до кучи, что неплохо было бы той денюжкой воспользоваться, не нам с вами воспользоваться, конечно, жуликом и вором. И вот жулики долго думали, как бы у людей выманить их бабки, наконец, придумали. Основной удар решили нанести по пенсионерам, ну потому что у них действительно есть что забирать. Пожилые люди даже со своих копеечных подачек всегда что-то откладывают. Они это называют грыбовыми или деньгами на похороны. Но самое главное, пенсионеры, они ведь беспомощные, а еще доверчивы. По старинке продолжают верить телевизору, чиновникам, депутатам, прочей нечисти, простите, благодетелям. Но главное, они не пойдут протестовать, в случае чего поплачут и проглотят. Это что, новая партия старушек? Это сироты. Короче, пару лет назад старикам назойливо начали ездить по ушам, мол, дорогие, ну лежат ведь наши, а ваши накопления мертвым грузом, а могли бы приносить доход. Вот, переведите деньги во вклады, копеечка начнет капать. Пенсионеры купились на эту туфту, вот только остались в итоге в дураках. Почему? Ну, во-первых, никаких процентов там не накапало, потому что инфляция все сожрала. Судите сами, под 8% люди те вклады оформляли, а официальная инфляция только в 2021, 8,5. То есть, еще и угорел народ. Во-вторых, вы знаете, что такое вклад? Это бабки, которые нельзя снять со счета до конца срока действия договора. То есть, они как бы твои. Они лежат на твоем счету, но коль скоро ты перевел их на вклад, жди, когда там пройдет год, два или на сколько тебя уболтали подписать бумаги. Я хочу мои деньги. Боюсь, это невозможно. А кто-то впроголодь сидел во время локдауна, а кто-то вообще ничего не дождался, умер. Зато вороватые банкиры теми бабками крутили, вертели, как хотели, совершенно бесплатно. Потом еще и жадные чинуши на помощь подоспели. Теперь, дорогие пенсионеры, вы к их радости еще и на налоги попали. Какая красота, хотя, с другой стороны, мерзость, конечно, как по мне, эти негодяи хуже бандитов. Сперва они украли у людей накопительную часть пенсии, которую морозят с 2013-го, рассказывал. Потом пять лет жизни в качестве повышения возраста выхода на заслуженный отдых. Сейчас вот сбережения сперли. Плюс налогом грабительским нагрузили. Какая же это гадость, а? Реальная журналистика. Поехали! Ладно, поговорим о святом, а точнее о коронавирусе. Давно этого не делали. Но для начала, пока мы с вами отмечали Новый год и следили за развитием событий в Казахстане. Штамм омикрона вылетел из трендов, но не отчаивайтесь. Передовые кипрские ученые открыли для мира новую разновидность заразы гибрь. Помесь омикрона с дельтой назвали пока это чудо-юдо дельта кроном, но и это еще не все. Первое сообщение про новый штамм Средиземноморский институт изучения инфекции опубликовал еще в середине декабря. Но из-за набирающего скорости омикрона внимание тогда на заявление о ученых про новую мутацию никто не обратил. Сегодня, когда во Франции более 230 тысяч случаев заболеваний коронавирусом, исследования наконец-то заметили. Штамм выявлен у туристов, которые вернулись из Камеруна. Хотя нам-то с вами, друзья, чего переживать? У нас вакцин куча на все случаи жизни, а медицина даже еще более передовая, чем на Кипре и в Камеруне. Ладно, давайте серьезно и как раз на эту тему, хотя как можно серьезно об оном говорить? Ну да бог с ним. А в курсе ли вы, что в России создали уже седьмую вакцину от ковида? Седьмую, дамы и господа. Я когда эту новость прочитал и переварил, у меня глаз задергался, потому что, а зачем? Вот в Америке их две, и мне кажется, это оптимально. С одной стороны, выбор у людей есть. Один вариант, человеку, например, не подходит. Аллергия, медпоказатели, что-то еще. Всегда можно выбрать другой. Чисто экономически так же. Два препарата обеспечат бесперебойность поставок, а на сэкономленные деньги дорабатывайте. Совершенствуйте то, что уже есть. Ну это потому, что они глупые, наверное. Надо прислушиваться не к людям, которые мало чего в этом понимают, а пользуются слухами какими-то, а к специалистам. Вот. Оказалось, что в России специалистов больше, чем на всем загнивающем Западе вместе взятом. Посему мы как? Давай эту вакцину клепать ударными темпами. Одна, вторая, третья, пятая, седьмая. Кто только ее сегодня не делает. И конечно. Вот этот вот мой вопрос, зачем, выглядит в данный момент как минимум глупо. Ну хотя бы потому, что мы все понимаем зачем. Правильно, дабы кто-то освоил еще одну кучу бюджетного бабла, ну естественно. Ну даже только на пенсионеров денег-то нет, а на разработку семи вакцин найдутся. Что мы, нищеброды какие. А впрочем, я бы предложил не останавливаться на достигнутом. Давайте 70 сделаем, а еще лучше 700, а еще лучше 7 тысяч. Влупим туда весь фонд национального благосостояния до последней копейки. Зато у нас будет 7 тысяч вакцин от короны. Прикиньте, рекорд блин. Ну и кжрать их потом начнем, видимо. Зарплаты и пенсии можно вакцинами выдавать. Главное, повторюсь, чтобы америкосы нам завидовали. Слава богу, что мы живем в России, а не в Америке. Слава богу. Но самый прикол, господа, не в этом. Знаете, кто стал разработчиком той самой седьмой вакцины Ростех? Чего молчите? А, вы не в курсе, что такое Ростех, рассказываю. Госкорпорация, которая объединяет 80 промышленных предприятий, в частности, заводов тяжелого машиностроения, из них половина это предприятия ВПК или оборонного комплекса. Ну там, танки, пушки, самолеты, как тебе такое, Илон Маск? Знаете, я, если честно, прям ясно представляю себе данную картину, сидят такие ребята. На вертолетном заводе думают, блин, что-то вертолеты наши как-то фигово продаются. О, а давайте вакцину от ковида замутим. Не, ну а чего? Берем чертежи пропеллера, слегка их переделываем, получаем формулу препарата от вируса. Круть же! Че не смеетесь-то? Не смешно? Не поняли, да? Это Россия! И даже сейчас еще рано ставить точку в этой истории, поскольку новая вакцина от вертолетного завода, по заявлению авторов, не только от короны способна защитить, но и от вируса гриппа. Ух ты! Ай, молодцы какие! Впрочем, мне кажется. Если ту формулу показать еще и кораблестроителям, дабы они над ней тоже покропели, она и от ИВИЧ будет эффективной, и от сифилиса. А уж если после доработать напильником, вообще эликсиром бессмертия станет так, что не жмемся, дорогие пенсионеры и налогоплательщики, раскошеливаемся. Деньги-то ваши в дело пойдут, только что объяснил, вы насколько серьезное и нужное дело, ой. Ладно, все, хватит бреда на сегодня, завтра кремлевские храклы свежего подкинут, пока услышанное. Переваривайте. Это была реальная журналистика сегодня, вот так. Подписывайтесь на наш канал, делайте лайки, репосты. Помогайте распространять здравый смысл в массы, в соцсетях тоже жду. Вот, например, ссылка на наш телеграм-канал, там всегда есть, что почитать и над чем подумать. В друзья добавляйте с темы, предлагайте, поднимем, обсудим. А я за сим спешу откланяться, пока. Пока!